Министр юстиции Павел Петренко намерен закрыть центры бесплатной правовой помощи, которые существуют в Украине с 2012 года и уже доказали свою эффективность. Об этом в своем блоге пишет глава Совета лаборатории законодательных инициатив Светлана Матвиенко. И это не единственная претензия юристов к главе профильного ведомства. Конкурс на должность главы Координационного центра бесплатной правовой помощи проведен непрозрачно и необъективно. Поэтому его результаты нужно отменить и избрать нового директора. С таким заявлением обратились к министру юстиции Павлу Петренко Ассоциации юристов Украины. Большинство членов конкурсной комиссии – сотрудники Минюста, у которых конфликт интересов по поводу одного из кандидатов. Цитирую текст заявления. Минюст задействовал админресурс во время проведения конкурса, говорится в другом заявлении. Открытой общественной платформы развития системы безоплатной правовой помощи. В частности, ведомство, цитирую, создало условия в пользу кандидата, который во время конкурса занимал должность замминистра. Это при том напоминает активисты, что провести этот отбор Петренко согласился только под давлением двух десятков общественных правозащитных организаций. Юристы ожидают от министра объяснений по поводу причин такого проведения конкурса. И задают вопрос о политической ответственности персонально министра и его первого зама, главы комиссии Натальи Севастьяновой. В действиях Минюста в отношении системы безоплатной правовой помощи, в которой задействованы более двух тысяч юристов, правозащитник усмотрели угрозу для его будущего. Так глава Совета лаборатории законодательных инициатив Светлана Матвиенко в своем блоге приводит пример. Мол, сотрудники центров бесплатной юрпомощи, которых в Украине более полутысячи, пожаловались, что Минюст потребовал от них предоставить списки на видеоконференцию, запланированную на 6 июня, куда приглашены все главы центров и руководители бюро. Получается, во вторник ведомство хочет полностью установить их работу, ведь в это время сотрудники принимают людей, а также должны присутствовать на судебных заседаниях. К тому же, уверена Матвиенко, такое указание незаконно, поскольку центры и бюро не подчинены министерству, и это можно расценивать как прямое незаконное политическое вмешательство в работу системы. Напомню, с именем главы Минюста уже связаны несколько скандалов. Так, Национальный антикоррупционный портал недавно опубликовал материал о том, что в конце 2015 года, во время захвата Житомирской кондитерской фабрики, за которым, по данным СМИ, стоял еще один коллега Петренко по фракции, нардеп Сергей Пашинский, Минюст исключил предприятие из Единого госреестра и назначил нового директора. Продолжение следует...